всем привет друзья меня зовут давид и вы находитесь на youtube канале арстайл это galaxy a30 в этом а в 2019 году samsung выпустила огромное количество бюджетных телефонов ну и не только бюджетных и я просто в неком таком приятном как сказать-то в шоке слова такими действительно не стоит разбрасываться то я стал видео называть шоке и так далее это все для привлечения внимания норы будешь так делать не буду скажем простым языком мне нравится как samsung в этом году выстрелил потому что когда появилась galaxy a серия она сначала была неплохой потом стала отличной а в следующем году в прошлом 18 она стала так себе и водозащиту убрали и ценники задрали сейчас девятнадцатом году samsung стал делать телефоны которые стоят недорого ну ребят судите сами он стоит на уровне того же сяоми redmi или на уровне мэзи такого никогда не было когда samsung на молит экран у них у них большая батарея nfc есть они стоят на уровне китайцев ну не было такого точно и я знаю и вы это знаете давайте разбираться подробнее потому что сравнение с galaxy a 50 я уже сделал вы посмотрите этот обзор на тридцаточку в ней нечеткого плохого нет ее можно взять ну конечно 50 к будет по ряду причин лучше но ненамного не буду повторяться все что говорил в обзоре основной наверное из-за процессора я так говорю ну и сканер четко пальцев 50 км прямо в экране я телефоне начну с внешнего вида до телефон конечно пластиковые я знаю многим это не по вкусу и тут чё сказать ну цена наверное телефон пластиковый телефон марки белый цвет у меня белки белый цвет отпечатки также собирают но не сильно скользкий конечно наверное стоит пластиковые телефоны запихнуть какой-то приятный чехол потому что понятно что тот же металл например его ли его разбить сложно поцарапать можно только а здесь пластик есть пластик но опять же на фоне других достоинства этого телефона могу сказать батарейка 4000 миллиампер час экран super amoled при том они не пожадничали они поставили нормальный амоледовскую матрицу нормальную хорошую и сам дизайн выглядит достаточно свежо но на но но давайте по порядку сзади сканер отпечатка пальцев телефон разблокируется разумеется разными способами в том числе и по лицу сканер с использовательный сканер а фронтальная камера камеры две камеры практически не выступает из корпуса под ними есть вспышка с левой стороны слот 2 плюс 1 то есть две сим-карты карту памяти еще поставить телефон можно опять же это редко очень редко встречается сейчас сверху только дополнительный микрофон шумоподавления кнопки включения кнопки громкости все стандартно с правой стороны телефона стерео в телефоне нет здесь только один динамик мультимедийный но достаточно громкий разъем для наушников тоже сохранили и разъем поставили usb type-c правильно micro usb уже уходит в прошлое практически ушел экран 64 дюйма super amoled 2 340 на 1080 это full hd плюс 19 с половиной на девять защитное стекло gorilla glass 3 сверху есть вырез вырез можно скрыть одним нажатием кнопки что я собственно и делаю обычно о нем не вспоминаешь здесь super amoled черный цвет становится в цвет корпуса и действительно вырез лучше скрывать хотя кому-то он совершенно не помешает сам экран еще раз повторюсь совершенно не сэкономили мне нравится эта матрица которая здесь установлена это хорошие цвета есть настройки цветовой температуры полный порядок учитывая что телефон можно купить как уже говорил наравне с китайцем там меньше 15 тысяч по моему тысяч 12 513 что я считаю для батарейки для модуля nfc для всего для камеры это очень самсунг в этом году выступил хорошо ладно с экраном закончили добавить больше нечего экран отличный переходим к производительности тут конечно то что телефон относительно недорогой проявляется в полной мере конечно же не буду я ругать говорить что процессор плохой здесь exynos если быть точным то exynos 7904 там 8 ядер до 1.6 гигагерца mali g71 mp2 видеопроцессор mp2 это всего два видеоядра и конечно такие игры как папа мобайл идут уже на средних настройках даже на минимальных уже не так хорошо чудес здесь никаких не будет телефон для игры лучше этот не покупать для игр тяжелых имею виду это world of танк там папа мобайл и другие какие-то там шутеры сетевые для обычных игрушек конечно подойдет разница с более дорогими опять же в работе интерфейса вы вообще не заметите поэтому если вы не собираетесь на телефоне монтировать какие-то видео по несколько гигабайт если вы не собираетесь скачивать огромное количество файлов не собираетесь играть тяжелые игры то вам производительность это и хватит я не знаю что с ним будет через год через два часа если будете пользоваться будет ли подлагивать не будет решила или samsung эту проблему не решил с микролагами на эксенса но я надеюсь что не должно ничего быть что касается батарейки то тут полный порядок 4000 миллиампер час и телефон моих тестах воспроизведения видео на максимальной яркости прокрутил видео аж 12 часов это не так и много для амолед экрана тот же galaxy для с более совершенным процессором и даже с меньшим аккумулятором galaxy s10 16 часов крутит а там 3 400 батарейка здесь 4000 но он крутит только 12 с небольшим но все равно это очень хороший показатель это выше чем на IPS матрицах те же самые и батарейки 4000 вам точно при активном использовании хватит с утра до позднего вечера еще скорее всего останется все-таки 4000 это хорошо камеры обещал рассказать о камерах рассказываю камеры смартфоне 3 16 плюс 5 мегапикселей камера основные и еще целых 16 мегапикселей камера фронтальная я сравнивал напрямую с galaxy a 50 и какой-то большой разницы не заметил в некоторых фотографиях мне кажется все таки пятидесятка фотографирует действительно несколько лучше но глаза у всех разные я очень вам рекомендую перейти по ссылке под видео там на облаке лежат от отмечу не сжатые фотографии с этого телефона по моему учитывая сцену этого устройства очень хорошо но решать опять же вам мне нравится все и еще раз похвалю samsung большие молодцы что они сделали широкоугольную камеру которая не искажает реально углы просто красиво влезает больше в кадр объем появляется какой-то и это же работает на видеозаписи это действительно прекрасно они в этом плане большие большие молодцы по фоторежиму каких-то опять же чуде по фоторежиму могу сказать что опять же как старшим брате если про настройки и панорама и живой фокус много всего действительно живой фокус при том он работает и на селфи камеру здесь одна но программно делается задний фон замыливается и по камерам могу сказать только хорошее качество видео full hd видео не столь хорошо пишет чудес все-таки нет это не флагманский аппарат но по качеству фото мне все нравится подводим тогда итоги телефон пластиковом корпусе телефон с большой батарейкой 4000 миллиампер час телефон со свежей оболочкой это версия one ui 1.1 android 9 когда снимается обзор вот это апрель 2019 года телефон со всеми фишками флагманов то есть есть и не только настройки цветовой температуры переназначение кнопок управление жестами есть always on display можно например находясь в контакте провести вправо совершиться звонок влево sms к поднести телефон к уху совершить вызов много разных фишечек которыми вы можете пользоваться можете не пользоваться на не есть и это хорошо и опять же настроить можно ярлыки сделать больше меньше 4 в ряд 5 в ряд оболочка гибкая есть меню приложения опять же можно меню приложения убрать будет только рабочие столы гибкость очень хорошая нет желания переходить на какой-то другой лаунчер потому что в этом в принципе есть все samsung в этом году на мой личный взгляд сделали очень добротные телефоны очень добротно если раньше я по умолчанию у меня не один конечно ответ но часто говорю посмотрите что-нибудь сяоми там конь трендами когда бюджет ограниченный рэдми там 5 рэдми ноут 5 лучше то в этом году я часто людям кто меня спрашиваю посмотрите а 30 а 50 притом а 40 а 10 на них обзоры я также сделаю и всю линейку пройдусь по ней максимально подробно но мне действительно нравится то что они сделали в этом году они большие молодцы всем бы так на этом у меня все как всегда желаю будьте здоровы будьте успешны будьте позитивны до новых выпусков с уважением ко всем давид счастливо